Всем привет, Вася, с вами Жека. Короче, со всей этой суматохой я забыл вам рассказать, как я провел вася новогодние праздники. Значит, так как сейчас в стране кризис, и Турция с Египтами, прямо скажем, не покарманывается, значит, я со своей барышней решил поддержать отечественного производителя и поехать в эту, как ее, в охренель. Я знаю, что правильно, Буховель, но просто когда я туда приехал, я реально охренель, когда увидел цены. Я так охренел, что сразу решил искать первый попавшийся рейс на Турцию. Не, вы прикиньте, там подъемник стоит 700 гривен. За что такие деньги? За такие деньги он меня должен не только в гору, но и если я захочу в Киев обратно отвезти. За что люди платят такие деньги? Короче, я думаю, что я сам на эту гору не заберусь, Вася. Значит, после двух дней блужданий и очень вкусной сосновой корыли, я понял, за что люди платят такие деньги. Дальше, значит, инструктор в этом горнолыжном курорте стоит 300 гривен в час. Значит, я знаю одну инструктору, что в Киеве, Вася, Анжелой зовут. Так она за 300 гривен в час тебя такому научит, что тебе второй час не понадобится вообще. Дальше, значит, эти лыжи и палки, Вася, стоят 150 рублей в сутки. Я говорю, а можно палки не брать? Мне этот чувак говорит, не, можно, конечно, только это все равно будет стоить 150 рублей, Вася. Ну, что тут скажешь, думаю. Короче, взял я эту палку, как у пи***чил этого коммерсанта, Вася. В итоге оказалось, что это единственное предложение, где полученное удовольствие оправдывает мое финансовое вложение. Вот. Значит, после всего этого, я думаю, решил завязать с этим экстримом, Вася, и заняться привычным для себя делом. Бухаловым, да. Значит, говорят, что Карпаты это свежий воздух. Ну, я не знаю. После трех дней Бухалова в номере, что-то свежего воздуха я так и не почувствовал. Может, форточку надо было открыть. А еще, ко всему прочему, Вася, моя барышня сломала нос. Причем так нелепо получилось, Вася, она, короче, каталась себе, каталась три дня. Я тихонько побухивал в стороне, вдруг она подъезжает и говорит, Вася, что я много пью. Ну, тут бац, у нее и ломается нос. Ну, это такое, да. Что еще угнетает в Буковеле, Вася, что там холодно. А так как костер возле подъемника мне не разрешили разводить, пришлось греться, Вася, Глинтвейн. Короче, Глинтвейн в Буковеле. Это такая еле теплая, Вася, красная жижа, которую можно только водяру запивать. Вот. Правда, единственное, что мне понравилось там, так это еда, Вася и сауна. Только не вздумайте совмещать эти две вещи. Жрать деруны в парилке удовольствие сомнительное, я по себе. Короче, Вася, чтобы подытожить, скажу вам так. Отдых в Буковеле, Вася, это на любителя. На любителя просадить бабло, Вася, и залить горе этой красной теплой жижей. Так что, дорогие друзья, живите четко, Вася, не косящьте и ни в коем случае не повторяйте Вася моих ошибок. Не ешьте деруны в парилке. С вами был Жек. Пока.